В южном округе Хабаровска в ночь на пятницу полицейские преследовали угнанный автомобиль. Исчезнувший неподалеку от дендрария микроавтобус попался на глаза патрульным на улице Черняховского. Увидев проблесковые маяки, шофер рванул в район пятой площадки. Toyota High съедет по вымощенной плитами дороге, потом беглец сворачивает на плохие улочки частного сектора. Скорость движения падает до пешеходной, и сотрудник вне ведомственной охраны решается на отчаянный шаг. Он на ходу выскакивает из патрульной машины и нагоняет микроавтобус бегом. Открывает водительскую дверь и пытается помешать шоферу ехать дальше. Тот несколько раз отталкивает стража порядка, патрульный рискует попасть под колеса. В конце концов, к пешей погоне подключается и второй полицейский. Вдвоем напарникам удается ворваться в салон и обезвредить беглецов. Впереди уже видны фары других патрульных машин, подоспевших на помощь коллега. На тихой улице Сумгарийской мгновенно становится многолюдно. Вытащенный из-за руля 22-летний задержанный, как и полагается, с надрывом обвинял поймавших его патрульных во всех смертных грехах. Ну просто меня с машины достали, с водителя, с пассажирского сидения. С водительского сидения? Нет, с пассажирского меня достали. С пассажирского сидения меня достали. И мои отпечатки намазали. Мне забрали с кабака. Я пил в кабаке, у меня там есть друзья, свидетели. Пикантность ситуации в том, что в микроавтобусе ехали двое. Согласия в товарищах не было и в помине. Вину они валили друг на друга. А к чему у нас требования сотрудника по стандартам? Не я был за рулем. Его вообще не надо. Вы же видели, что за вами прислали? Ну а что я делаю? Попросить своего товарища. Товарищ не воспринимает эту ситуацию. Но вы просили об этом? Не надо. Я? Да я вообще растерян был. Со всех сторон пистолетами в окна стучали. Я не знаю этого вообще. Оружие полицейские действительно доставали и даже были близки к его применению. Но в итоге стрелять не стали. А рукояткой Макарова разбили дверное стекло и через эту брешь прыгнули на бегу в машину. Разумеется, патрульные знают, кто вел автомобиль. Рассмотреть лицо шофера сотрудник вне ведомственной охраны имел возможность и во время бега с препятствиями, и во время неолимпийского троеборья в салоне. Нетрудно догадаться, что это был кричавший о сфабрикованных уликах юноша. Второй задержанный, а ему 19 лет, показал, что шапошный знакомый заехал к нему домой на Ворошилово и пригласил в машину, чтобы съездить с ним по делам. О том, что автомобиль угнан, спутник подозреваемого якобы не догадывался. В микроавтобусе был сломан только один замок водительской двери. Двигатель «Тойоты» угонщик запустил вручную, соединив провода под рулевой колонкой. Иномарку хозяин оставлял во дворе на неохраняемой стоянке. Более того, в машине была неисправна автосигнализация. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.